Четыре года компания Apple не обновляла свой iPad Mini и до сих пор продавала уже устаревшую версию. Но вот на последней презентации был представлен iPad Mini 5. Новая надежда. Внешне точно такой же, что и четыре года назад. И что же поменялось? Зачем новый Minic нужен и кому? Давайте разбираться. Это Дроидер. С вами Валерий Истышев. Погнали! Прежде чем говорить о собрате малом, буквально пару слов об iPad'ах в целом. Для меня еще с прошлой Pro-версии планшет от Apple стал основным рабочим инструментом. Написание сценариев, создание обложек в Affinity Photo. Также я продолжаю учиться программированию на SWIFT в свободное время и скоро обязательно отчитаюсь. Кроме того, в недавнем видео я показал, насколько серьезный софт уже начал выходить для iPad'ов, не считая Procreate и пакетов Affinity, к моей коллекции добавился еще и Luma Fusion, аналог Final Cut для монтажа видео. Это серьезный пакет, который очень сильно приближен к десктопному софту. И он в паре с моей прошкой отлично ворочает 4К исходники, даже с накинутыми сверху цветокоррекции, ускорениями, замедлениями, спецэффектами, даже шустрее моего MacBook'а. В общем, iPad Pro для меня это рабочий инструмент, как я уже сказал. И что же такое iPad mini? Давайте уже вскроем коробочку. Это темная версия, конфигурация топовая, 256 гигов, Wi-Fi плюс Cellular, то есть 4G завезли. Срываем пластырь. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. В комплекте, конечно же, проводок Lightning, нет ни USB Type-C. Внутри есть наклеечки и документации, поверьте, и зарядник вот такого универсального типа. На 2,1 А, кстати. Мне кажется, раньше с миниками клали чуть менее мощные. Вот так выглядит iPad mini 5, а так выглядит iPad mini 3. Четвертого у меня не нашлось дома. Да, он, конечно, потолще и потяжелее, но смотрите, как похоже. Как же я соскучился от ощущений от маленького iPad. Его реально можно держать одной рукой. Давно забытые чувства. Так, ну, давайте настраивать. Одно время у нас с Баряном был постоянный спор по поводу того, какой iPad удобнее. Я пользовался большим в основном, а он постоянно ходил с миником и прятал его вот в такую поясную сумочку. Что ж, тоже применение. Теперь он все-таки с прошкой, потому что на ней можно больше всего делать и есть клавиатура. Быстро расскажу, что обновилось. Самое главное это начинка. Внутри стоит Proc A12 Bionic, как и на последних iPhone. Мощнее только на iPad Pro. Три гига оперативки, в принципе, более-менее достаточно. Две модели на 64 и 256 гигов. Камеры основная на 8 мегапикселей, фронталка на 7 мегапикселей. Батарейка 5124 мАч. Толщина 6,1 мм. И масса 300 граммов Wi-Fi версия и 384G. Что касается яркости экрана, 500 нит. Не 600, как у прошки, но 500 тоже, по-моему, достойно. В общем, получился такой реактивный малыш, который практически заряжен по полной. И посмотрите, как он бодро крутится в разные стороны. Но, на самом деле, главным изменением стала теперь поддержка Pencil. Правда, первого поколения. Блин. Простите, ни один Pencil не пострадал. Да, это тот самый Pencil, который заряжается и сопряжается вот так. Есть небольшой лайфхак. Как не потерять вот этот колпачок? Его можно примагничивать куда-то сюда. Оп. Пока заряжается Pencil и устанавливаются приложения, расскажу о топ-5 применении iPad mini 5. И первое, самое очевидное применение iPad mini. Отличная читалка. И, возможно, даже лучшее из всех iPad'ов. Экран 7,9 дюйма с хорошим разрешением 2048 на 1536 пикселей. 500 нит. И яркость, как я уже говорил. Есть поддержка True Tone. Нет только ProMotion развертки 120-герцовой. Тут она стандартная. Чуть не забыл упомянуть еще об одной очень важной вещи. Экран здесь ламинированный. То есть, если сравнивать с iPad'ом 9,7, то есть самым дешевым сегодня, здесь нет вот этой вот воздушной прослойки между экраном и стеклом. И с помощью Pencil'а рисовать гораздо комфортнее. Прям вот гораздо. Кроме того, носить с собой его можно даже в кармане куртки или пиджака. Очень удобно в метро по сравнению с большими собратьями. Ну и сюда же добавляем просмотр видео. Хотя все, что я перечислил в первом пункте, сможет сделать и прошлый миник. Так что, если больше ничего делать не нужно, то и менять не стоит. А с выходом новинки прошлая модель, конечно же, подешевела на вторичном рынке. Так что, если вы ищете девайс для сериалов, фильмов и чтения книг, можете обратить внимание на него. Можно по хорошей цене сейчас будет урвать. Второе применение iPad mini я бы назвал заменой Малискина, уже ставшего культовым блокнота. Вот классический размер, примерно такой же. Почему именно Малискина? Во-первых, его любят художники. Для скетчей на ходу. Как раз для этого новый iPad mini и создан. Он мощный, Proc A12 Bionic. Можно работать с высоким разрешением в том же Procreate. Да, на нем не так удобно рисовать, как на большом планшете. Но зато, опять же, он помещается в карман. Конечно, можно сравнивать его с Galaxy Note. Но у Android все же нет до сих пор нормального профессионального софта для художников. И держать в руках mini, как мне кажется, удобнее. Вот только Pencil внутрь не вставляется. И никуда не прикрепляется, если только купить какой-то отдельный чехол с держателем. Старая проблема до сих пор присутствует. Но речь не только о художниках. В паре с Pencil это еще и отличная замена органайзеру тем, кто к ним привык. Софта тут хоть отбавляю. От того же Mali Skin есть хороший с набросками и ежедневником. Для заметок полно интересного софта в App Store. Это и GoodNotes, и Notability. Я пробовал разные, но в основном мне хватает стандартных заметок Apple. Последнее время я стараюсь себя заставлять чаще писать от руки. Этот навык мы постепенно забываем с развитием технологии. Везде есть клавиатура. На телефоне можно набрать на кнопочках. А мелкая моторика это очень важно для мозга. Третье применение минику это своеобразное окно в мир мультимедиа. Особенно к какому-нибудь обычному смартфону, слабенькому даже фичефону. Например, Nokia 3310 обновленному или iPhone SE. Если прикинуть по цене, Nokia 3310 с двумя симками стоит 3000 рублей. iPad mini 33000. По российским ценам получается 36000 нормальный комплект. Вот только не знаю, сможет ли 3310 раздавать интернет. Поэтому, возможно, стоит обратить внимание на 4G версию. Да, она дороже на 10 с лишним тысяч. Но зато внутри есть обычная симка и в том числе eSIM. По сути, тут какие бонусы? У вас маленький телефон для звонков и SMS, который долго живет и помещается в любой карман. А на минике можно делать все остальное более комфортно. Браузинг в интернете, видео, почты, игры, документы и так далее. В данном случае проблемы могут возникнуть с фото. Если вы этим серьезно увлекаетесь, камеры на 8 мегапикселей планшета может не хватить. Хотя снимает она неплохо. До флагманов, конечно, далеко, но неплохо. Четвертое применение особенно актуально в связи с последним анонсом Apple Arcade. Как я уже говорил в шоу, Minic это отличный девайс именно для игр. Особенно в обновленном виде. Удобный размер. Рамки тут даже играют в плюс. Есть за что держать и далеко до управления тянуться не надо. Ну а с выходом сервиса подписки Arcade, думаю, игр завезут немало и к тому же эксклюзивов. Что-то мне подсказывает, что в сентябре вместе с новыми айфонами могут показать еще и специальные игровые аксессуары. В том числе и для Minic, чтобы превратить его в аналог Nintendo Switch. А пока можно поиграть в Blades от Bethesda. Долго я не мог там зарегаться, не попал в первую волну. И еще с радостью бы убрал нафиг донат. Но зато графоний норм. Тут я возлагаю надежды как раз таки на Arcade. Я надеюсь, этот сервис немного изменит отношение именно к мобильному геймингу. Мы избавимся от надоедленного доната и будем получать клевые инди-игры по подписке. То есть за каждую платить не надо. Во все можно играть и это будут качественные продукты. Даже сегодня, если порыться в App Store, можно найти клевые тайтлы. Те же Limbo и Inside от Playdead. Ну и тот же PUBG и Fortnite никто не отменял. Последний пункт, пятый. Я на самом деле сомневался между двумя применениями. Первое. Minic удобно можно использовать в автомобиле. Опять-таки за счет компактных размеров. Это и навигатор, и можно сериальчики посмотреть в пробках. Ну а второе. Я все-таки еще раз решил напомнить про AR. Штука прикольная. Скоро выйдут Angry Birds AR, например. Мне кажется, это прям будет новая жизнь птичкам. Я попробовал недавно бета-версию. Это очень круто. И опять-таки затягивает. Также можно расставлять мебель с теми же приложениями от Ikea. Но это вы и так знаете. Еще классная штука. Есть, называется Jig Space. И еще недавно появился Jig Workshop. Тут большая библиотека 3D-объектов. Можно даже мини-сценки создавать. Образовательные или просто по фану. Пока что на первых парах это все мои мысли по новому iPad mini. Если у вас есть чем дополнить, пишите о них в комментариях. И еще я хотел добавить, что этим видео я не пытаюсь оправдать Apple, что они сохранили дизайн. Не добавили сюда Face ID. Не сделали здесь USB-C разъем. Все это скорее всего бы сильно увеличило цену iPad mini. И он наверное приблизился бы к сегментам iPad Pro. А это все-таки не тот девайс. Тут они пошли примерно по тому же пути, что и с iPhone SE. А как мы знаем, iPhone SE это очень хорошо продаваемый продукт. Тут просто маркетинг, я думаю. Да, и не стоит забывать про аксессуары. Зачем нам делать и покупать новые, если и старые подойдут, и на складах их немало. На этом все. Это Дроидер. С вами был Валерий Истишев. Из новиночек, которые у меня еще остались, это новые AirPods. Если хотите что-то подробное о них увидеть, напишите опять же в комментариях. Это пленочный фотоаппарат Hasselblad. Я собираюсь его изучить, пофоткать на него и тоже собираюсь рассказать о нем вам. Опять же, если вам эта тема интересна, напишите об этом, чтобы я понимал, что делаю это не просто так. Что ж, до встречи в будущем, друзья. Друзья, как всегда, приглашаю вас подписываться на Дроидер. Ставьте этому ролику лайк, если вам понравилось. А мы будем стараться делать больше интересных роликов для вас. Пока!